Привет. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Владимир. Я уже даже знаю, как тебя зовут. Скажи, пожалуйста, из какого ты города и как тебя зовут? Владимир из города Петропавловск, Казахстан. Замечательно. В этот раз ретрит проходит не в Сочи, на Алтае, что гораздо удобнее для тех, кто живет в Казахстане. Да, точно. Ты не первый раз уже на ретрите Светланы Лавровой. Мы уже виделись в Сочи. Да. Скажи, пожалуйста, что послужило причиной, почему ты решил приехать второй раз? Ну, наверное, чтоб более благостное свое состояние почувствовать и дальнейшее свое развитие продолжить. Если не получается у самого, значит, с помощью проводника какого-то помог, направил и вживую, а не то, что через телевидение, радио, там, может, что-то. А вживую оно всегда есть вживую. Скажи, пожалуйста, а как из всего вот этого многообразия людей, которые там что-то пишут, да, сейчас вещают, предлагают свои программы, как ты выбрал именно вот Светлану Лаврову? Наверное, интуитивно. Но причина, вот какое качество, что зацепило, да. Доверие. Просто как человеку это самое главное доверие. А так, да, действительно много разных учителей, коучей, поучителей, очень много. А здесь, ну, притянуло вот такое вот ее свободное, доступное, между прочим, понимание жизни. Это помогает, ну, жить. А в первую очередь, это с окружением, как общаться, жить. Если ты благостно живешь в окружении, значит, и вокруг тебе хорошо, и в государстве. Улучшение лучше и лучше. Она видна, и вот по разворачиваемся ситуациям, даже в мире. То есть, приехав на ретрит, мы также помогаем ситуации в мире? Да. Да. Смотрю, какие люди встречаются, что здесь, что в Сочи. Да. Больше и больше людей, как говорят, там, просветленных, там, это, ну, более развитых начинает соображать. А не то, что вот, должен кто-то, кому-то. Нет. Твое внутреннее состояние самое главное. И мир преображается. Не только ты преображаешься, но и окружение, и весь мир. Скажи, пожалуйста, вот, когда ты ехал сейчас на этот ретрит, у тебя был какой-то запрос? Запроса никакого не было, но было просто приятно, радостно здесь встретиться на Алтае. Тем более, на Алтае ни разу не был. Алтай, действительно, батюшка Алтай. Очень красивый. Очень красивый, я согласен. Очень красивый, хороший. Катуни приятно покупаться. Да, ты каждое утро, полно, да, бегаешь туда на горную реку? Да. Заныриваешь. Горная река, быстрая река. И очень хорошо. Говорят, холодная. Нет, пока не холодная. Согретая летом. Все прекрасно. Скажи, пожалуйста, вот этот ретрит для тебя, ну, что дал? Вот эти вот дни, которые ты здесь провел? Что с собой забираешь? Какая ценность проведенного времени здесь? А ценность просто восстановления тех связей, которые, наверное, в детстве ощущал. Какие? Приятные, хорошие, детские. И восприятие к людям, к окружающим. А как это с ретритом связано? Вот те переживания, которые ты мог в том тогда испытывать, и вот то, что сейчас здесь произошло? Мы здесь встретились, вот как живем в одном здании, общаемся, круг кружки, и как-то благостно влияют на человека. Это близко. Как детские вспоминания детства. Тем более в таком месте, как на Алтае. Ты имеешь в виду, что у нас такое сформировалось маленькое свое сообщество, в котором комфортно? Ну, я скажу, не только здесь, в Сочи был тоже, тоже как разъезжались, как члены семьи, а не то, что вот здесь, там, нет, не от места это зависит, а от людей. Я просто, да, хочу вот уловить этот критерий, да, ты с детством сравниваешь, я вот, ну, как бы понимаю, что в детстве, там очень много простоты и очень много искренности. Ты вот эти качества славливаешь на мероприятиях для себя, ну, просто вот ценность получается в этом, да? Да, да. Что есть такая безопасность, честность, искренность, простота. Приятно и как-то в душе приятно и радостно. Душевно, душевно, да, это точно. Скажи, а какие практики вот из тех, которые здесь были, практики или опыты, да, или что-то, вот что тронуло больше всего? Произвело впечатление больше всего? Впечатление, да, действительно, то, что света дает какие-то знания, не то, что она дает, здесь больше на то, чтобы вот ты стал работать над собой, чтобы ты размышлять, думать, какие-то действия практически начал делать самим собой. Вот это самое главное. То есть у тебя какие-то есть выводы для себя, да? Какие практические действия ты можешь применить? Да, можно вывести, да, здесь Ира присутствует, да, проводник по гвоздям, очень хороший со стороны, ну, дело в том, что я сам на гвоздях каждое утро дома стою по 40 минут каждое утро. Четыре, когда, в первую очередь гвозди, то там зарядка. Ну, здесь, как со стороны, обратил внимание, как Ира, да, важен он, как освоить, стать на гвозди. Ира, как проводник, прекрасный человек, прекрасный проводник, очень хорошо дает, грамотно дает вот все эти понятия. Вот смотри, ты такой вот прокачанный, все у тебя так вот по дисциплине, даже дома, там и гвозди, все-все-все. А вот будешь отсюда уезжать, что бы ты себе хотел, ну, напутствие какое сказать, сам себе пожелать вот что? Сам себе? Да. Да продолжать жизнь, жить и радоваться этому, что все окружающие, всем хорошо и прекрасно. Вот это самое главное, и пожелать, и все, то, что они думают, то, что они мечтают, это сбывалось. Вот это я пожелаю всем. И себе. И себе тоже самое. И себе тоже самое. Оно и сбывается. Хорошо, спасибо. Надеюсь, увидимся еще на следующем ретрите. Благодарю вас. Благодарю.